всем привет вы на канале паутинка к нит сегодня будем вязать вот такие красивые пинеточки зефирки в моем случае это на девочку потому что связаны из розового цвета но также такие можно связать и для мальчиков но не вязать сюда цветочки и выбрать подходящий цвет я буду вязать из норки буду вязать в две основные нити и две дополнительные все расчеты которые приведены в данном мастер-классе рассчитаны на размер ножки примерно на один год поэтому если вам нужны пинетки меньшего размера то регулируйте длину вязаного полотна вот здесь где однотонная вязка у нас платочная и вот здесь где полосочки а также можно регулировать толщиной нити на спицы четыре с половиной набираю двадцать две петли обычным способом набрав петли начинаю провязывать их лицевыми петлями будем вязать платочной вязкой 44 ряда провязали 44 ряда это 22 изнаночных вот таких вот дорожки для того чтобы точно посчитать сколько рядов мы связали нам нужно посчитать вот эти вот дорожки причем с двух сторон чтобы одинаковое количество у нас было и с этой стороны и с этой стороны вот здесь 22 здесь тоже 22 дальше сначала ряда мы начинаем убавлять петли провязываем 1 петля 2 вместе и дальше убавляю обычным способом закрываю петли закрываю 7 петель оставляю на спице на левой 15 петель еще одну петлю закрываю вот такую часть мы закрыли дальше продолжаем вязать платочную вязку этими 15 петлями провязываем еще 4 ряда затем берем вторую нить будем сейчас ее здесь присоединять и провязываем 4 ряда лицевой гладью то есть с лицевой стороны мы провязываем лицевые с изнаночной стороны мы провязываем изнаночные петли вторым цветом мы вяжем не платочной вязкой а лицевой гладью вот два ряда мы провязали провязываем еще два ряда провязали 4 ряда лицевой гладью ниточки мне обрезаем не розовую не белую теперь выводим вперед розовую ниточку и розовой ниточкой начинаю вязать провязываем 4 ряда платочной вязки провязали 4 ряда платочной вязкой должно быть две изнаночные дорожки розовым цветом попеременно с белым цветом 4 ряда лицевой гладью когда мы провязали платочную вязку теперь мы снова берем вторую нить в данном случае белая и провязываем 4 ряда лицевой гладью и так мы повторяем три раза три раза мы провязываем вторым цветом полосочку и заканчиваем четырьмя рядами платочной вязки розовым цветом провязала 4 ряда последних платочной вязки еще один лицевой ряд провязываю 5 получается это в конце разворачиваю вязание и здесь уже буду петельки закрывать закрывать буду по изнаночному ряду по 2 вместе изнаночной 2 вместе изнаночной одеваю снова петельку на спицу 2 вместе изнаночной и так до конца ряда при закрытии петельки сильно не стягивайте чтобы край вот этот не был стянут закрыли оставляем достаточно длинный хвостик сантиметров двадцать пять третий лучше оставить обрезаю эту нить вставляю просто вот эту белую нить которую мы уже здесь закончили вязать тоже можно обрезать небольшим хвостиком потом мы его вот здесь вот закрепим крючком вот мы закрыли оставили хвостик чтобы он у нас был вот здесь вот потому как нам сейчас придется это сшивать отсюда мы пойдем вниз сшивать вообще вот эту вот величину можно регулировать примеряем вот так вот складывая и примеряя примерно длину ножки вот она у нас будет длина ножки и если вам необходимо связать больше то вы можете провязать еще две полоски к примеру либо если вам нужно меньше то убавить на одну полосочку мы связали две одинаковые детали теперь будем приступать к сшиванию вот эту ниточку которая у нас от второго цвета осталось я просто покраю вот так вот крючком закрепляю какие-то обычно делаю набираю две воздушные петельки хорошенько затягиваю все ниточка не вылезет никуда не убежит теперь вот эту ниточку вставляем в углу складываем две наши части и будем сшивать смотрите чтобы здесь в начале осталось также 7 петель как вот здесь вот мы закрывали можно отчитать 1 2 3 4 5 6 7 и вот сюда вот с 8 петли начнем пришивать пришиваем по лицевой стороне захватывая вот так вот вот эти лицевые петли в конце и вот этот край здесь тоже лицевые петли от наборного края между петельками вот эти дужки захватываем и пришиваем так до конца чтобы шов у нас был внутри вот так вот получается Вот наш шов с изнанки, и вот он с лицевой стороны. Аккуратный, ничего не заметно. Выворачиваем на изнаночную сторону. Эту ниточку закрепляем и обрезаем. Теперь нам нужно сшить подошву пинетки. Нам надо отмерить ниточку больше, чем эта подошва, в два раза, в два с половиной. Эту ниточку обрезаем, вставляем ее в углу. Теперь мы складываем пинеточку ровно, чтобы у нас вот эти верхние края совпадали. И с этого края будем сшивать до конца. Либо по лицевой стороне, точно так же, как мы здесь сшивали. Либо можете вывернуть наизнанку. Точно так же сложить. И прошить здесь по изнаночной стороне. Я прошью по изнанке, по кромочным петелькам. Когда прошиваете, смотрите внимательно, чтобы это были именно кромочные петельки, чтобы был аккуратный шов с лицевой стороны. Сшили подошву. Вот на правой стороне посмотрим. Вот у нас шов. Здесь полосочки, конечно, не совпадают, потому что у нас их здесь три. Главное, чтобы совпадал вот этот вот верх. Сшили подошву. Теперь снова вдеваем нить в иглу. И теперь мы сшиваем вот этот верх. От вот этого края до этого. Но немного по-другому. Вставляем нить сюда. Я сделала узелок и через иглу проведу, через нить, чтобы вот здесь вот закрепить, чтобы ничего не вылезло. По кромочным петелькам мы просто делаем наметочный шов. Эти все ниточки внутрь. Вообще их уже обрезать можно. Вот начало и до конца делаем наметочный шов. Все. И стягиваем его. Вот мы стянули. У нас затянулась вот эта часть. Теперь мы здесь сшиваем сверху хорошенько обе части друг к другу. Обрежу эту белую ниточку, чтобы она нам не мешала. Она уже закреплена, не вылезет. Здесь по краю просто мы сшиваем вот эту затянутую нашу часть. Сшила, закрепила ниточку крючком. Эту нить я не обрезаю, вставлю в иглу и спрячу эту нить в полотно. Так же, как и вот эти вот две нити я спрячу в полотно, чтобы было их не видно. Выворачиваем на лицевую сторону. Ниточки пока я не спрятала, я их внутрь вставлю. Вот что у нас получилось. Аккуратненький шов. Отгибаем вот эту вот часть верхнюю. И вот у нас получился носочек. Сюда можно пришить бантик. Либо я сейчас буду вязать сюда цветочек. Начинаю вязание с кольца амигуруми. Делаю две воздушные петли подъема. Провязываю в кольцо. Один, два, столбика с накидом. Можете провязать три. У меня здесь нить толстая, поэтому мне два достаточно. Провязываю две воздушные петли и замыкаю обратно в кольцо. Снова вяжу две воздушные петли, два столбика с накидом. Две воздушные петли, два столбика с накидом в кольцо. И две воздушные петли и столбиком без накида замыкаю в кольцо. Провяжу еще один лепесток точно так же. В ходе работы немного подтягивайте колечко, чтобы вот эта ниточка, если она у вас коротенькая, не потерялась. Замыкаю в кольцо и соединю вот здесь вот в начале ряда соединительной петлей. Теперь вот эту вот тоненькую, маленькую ниточку, короткую я затягиваю. Эту большую длинную нить, рабочую, обрезаем. Протягиваем ее в петельку. Петлю затягиваем. Теперь затягиваем нить кольца. Хорошенько затягиваем, чтобы в серединке у нас не было отверстия. И закрепляем ее так же крючком. Провязывая две воздушные петельки. Затягивая их. Эту ниточку мы уводим сюда наизнанку. И этой же ниткой пришиваем цветочек к носочку. Вот такой красивый носочек у нас получился. Сшиваем второй носок точно так же. Наши пинетки полностью готовы. Все ниточки я спрятала. Вот так выглядит у нас изнанка. Вот так выглядит лицевая сторона. Это нижний шов. Теперь мы проводим ВТО и выравниваем полотно. ВТО и выравниваем полотно.